Покорение дистанции в 42 километра у опытных бегунов и легкоатлетов началось ранним утром. Этот отрезок шестого марафона на Кубок главы города самый протяженный. Важно правильно рассчитать силы на весь путь, говорят спортсмены. Чтобы совместить приятное с полезным, маршрут специально проложили мимо знаковых мест Самары. Площадь Куйбышева, Струковский сад, площадь Славы и Городская набережная. Спустя два с половиной часа на финише появляется первый бегун. Геннадий Канаев – неоднократный участник марафона на Кубок главы города. Эта победа – еще одно достижение в копилку. 42 километра. Не сказать, что было тяжело, не сказать, что легко. По среднему бежал, в принципе, придерживался плану, графику. Погода соответствовала, ни жарко, ни холодно. То есть для такого, для марафона – самая нормальная погода. Нет никаких секретов. Объемные тренировки, скоростные работы и все. В этом году на марафоне изобилие дистанции практически на любой уровень подготовки. Есть полумарафон в 21 километр, маршрут в два раза меньше на 10 километров, самарская миля – 1586 метров, а также самая популярная у спортсменов дистанция – 3 километра. Дистанция мне далась, в принципе, неплохо. Я поработала, но, естественно, это не мой максимум. Я бы хотела всем пожелать удачи, естественно, и чтобы люди выходили на старт обязательно тренированными. То есть только с помощью тренировок можно показать хороший результат. Поэтому у всех самых лучших результатов. Не обошлось и без рекордов в этом сезоне. Самому возрастному бегуну на дистанции в 3 километра – 94 года. Николай Михайлов успешно завершил гонку. Это финиш, друзья! Это финиш! Вот это так! Шестой самарский международный марафон на кубок главы города прошел в традиционном формате. Однако были и небольшие нововведения. В этом году у нас появилась зона ГТО на нашем мероприятии, где каждый желающий может прийти и сдать нормативы. И одна из дистанций, кстати, 3 километра, там, где она соответствует нормативам ГТО, она может быть зачтена как один из этапов. То есть любой бегун, который пробежал эту дистанцию, может прийти, и она будет ему зачтена уже в норматив ГТО. Для того, чтобы в дальнейшем он получил свой знак отличия. Попробовать свои силы в забеге на разных дистанциях в Самару приехали более 3000 участников из 170 субъектов России и 4 стран ближнего зарубежья. Победителей марафона наградила глава города Елена Лапушкина. Финалисты получили кубки, медали и подарки от партнеров акции. Михаил Гермоленко, Николай Пифанов. События.